В Северном Казахстане началась уборочная кампания. Официальный старт осеннеполевым работам дал Аким области Эрик Султанов на традиционном Днеполе. Прошел он на базе товарища с ограниченной ответственностью Таинша-Астык Таиншинского района. В этом году в области площади посевов составили 4 миллиона 300 тысяч гектаров. В работе на сельхозугодия будут задействованы 20,5 тысяч единиц специализированной техники. О видах на урожай и рекомендациях ученых в материале Кристины Горбаченко. Комбайны, зерноочистительные машины, погрузчики и прицепные устройства День Поля открыли выставкой современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. Специалисты Кокштауского филиала ТО «Евразиан Групп» рассказали североказахстанским аграриям о новинках в линии марки «Джандир», о том, через какие финансовые институты можно приобрести технику. В поле мы будем сегодня показывать работу кормозагодительной техники. Это пресс-подборщика F440M, который на сегодняшний день является новинкой на рынке Казахстана. Североказахстанский регион достаточно перспективный в этом направлении, он активно развивается, он приобретает инновационную технику, такую как «Джандир», потому что это техника нового поколения. Техника зарубежных компаний земледельцев заинтересовала, они задавали вопросы. Кстати, хлеборобы считают, что марки отечественных производителей не сильно уступают заморским. Такая техника у меня тоже в хозяйстве есть, но будем говорить, она более отечественного производства, нашего. То, что я имею, они особо не сильно уступают вот этой технике, которая представлена на этой выставке. Ознакомился с современными машинами и Акимобласти. Ерик Султанов интересовался тем, где производят технику, говорил о возможностях сотрудничества. Представителя немецкой и белорусской фирмы пригласил в Петропавловск обсудить варианты взаимовыгодного партнерства, с учетом того, что в областном центре есть условия для машиностроения. Здесь же Ерику Султанову рассказали о новинках овощеуборочных машин. А это техника прошлых лет. Гусеничные комбайны, на которых поднимали целину и убирали хлеб несколько десятилетий назад, до сих пор на ходу. Глава ТОТа Иншастыка Анатолий Рафальский рассказал Акимобласти о каждом экспонате. После участники встречи побывали на полях товарищества. Здесь идет уборка кормовых и уже приступили к осовице ячменя первого посева. Руководитель агрофермирования рассказал, что к концу месяца при хорошей погоде убирать урожай будут на полную мощность. Структура площадей этих последних лет значительно отличается от структуры, которая была 5-6-7 лет назад. Мы ее очень здорово изменили, мы ушли на диверсификацию, мы здорово добавили масличную культуру, тарап, подсолнечник, клен. Мы увеличили разнообразие кормовых культур. Если по площадям мы кормовую культуру не увеличили, но мы добавили очень много хороших, высокопродуктивных кормовых культур. Поэтому за счет этих культур, за счет плодосмена, это тоже дал определенный положительный результат вырожая. На поле, где растет суданская трава, главу региона ознакомили с новой технологией хранения сена. Здесь для этого используют агрострич. Такая пленка позволяет сохранять кормовые более года. Ерик Султанов дал положительную оценку работе агрария в ТО. Рекомендовал использовать с максимальной пользой каждый погожий день. В конце месяца выйдем на полномасштабные работы и в кратчайшие сроки нам надо с хорошим качеством завершить эти работы. Поэтому мы рассчитываем на производительность от 40 до 150 тысяч ежедневной уборки гектаров. И в кратчайшие сроки, в сентябре, надо завершить в основном всю уборочную страду. А где урожай? Урожай у нас ожидается сейчас уже прогнозно не менее 15 сантиметров с гектара. Поэтому рубеж по зерновым, а зерновых у нас 3,3 миллиона гектара, ожидается около 5 миллионов тонн. Также Акимобласти посетил кормовую базу агроформирования, где заготавливают сенаж. Побывал на животноводческой ферме. В товариществе занимаются разведением мясомолочных пород крупнорогатого скада. После специалисты агропромышленного комплекса региона собрались на семинаре совещаний. Открывая встречу, Эрик Султанов еще раз отметил, что в весенний-летний период товаропроизводители Северного Казахстана поработали плодотворно. Использовали все возможности развития своих хозяйств. Теперь стоит задача своевременно убрать выращенный урожай, использовать все агротехнические приемы и не допустить потерь. Более подробно о проведении осенних работ говорил первый заместитель Акима Айдербек Сапаров. В этом году земледельцам предстоит убирать сельхозкультуры с площади 4 миллиона 300 тысяч гектаров. В работе будут задействованы более 20,5 тысяч единиц техники. Из них свыше 700 – это новые машины, приобретенные в 2014 году. Для повышения плодородия почв в начало текущего года внесено 34,3 тысячи тонн минеральных удобрений на площадь 331 тысяч гектаров. Проведена гербицидная обработка поселов на всей намеченной площади и все необходимые мероприятия по борьбе против вредителей на площади 486 тысяч гектаров. Сегодня в Северо-Казахстанской области насчитывается 56 хлебоприемных предприятий. 50 из них уже ждут, когда поступит первое зерно. Еще 7 элеваторов общей мощностью 300 тысяч тонн скоро введут в эксплуатацию. Для обслуживания новой техники в регионе работают 14 сервисных и дележеских центров. Для проведения осеннеполевых работ правительством выделены 72 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива. Средняя цена на горючее не превышает 110 тенге за 1 литр. Адербек Сапаров рекомендовал уже с первых дней молота сельскохозяйственных культур засыпать на хранение семена. Ученые, в свою очередь, говорили об особенностях возделывания сбора масличных и зерновых культур в текущем году. Поделились опытом североказахстанскими аграриями и российские агрономы. О том, какие будут погодные условия на территории северного региона, рассказали метеорологи. В самом начале месяца западные ветра пригонят холодный воздух с европейской территории России, который обусловит практически по всей области прохладную погоду с дождями и порывистыми ветрами. В течение первой декады температура будет колебаться ночью от 2.7 до 7.12 тепла, днем от 12.17 до 22 тепла. Учитывая прогнозы, земледельцам на встрече рекомендовали не терять времени. В сентябре ожидаются и осадки, и заморозки. Всего в работе семинара совещания приняли участие порядка 350 работников агропромышленного комплекса Североказахстанской области. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.